Музыка Давайте знакомиться сначала Мы в саду у знаменитого на весь мир садовода абрикосоведа и абрикосовода Железова Валерия Константиновича Мы не одни сегодня У нас председатель союза садоводов Красноярска Петр Иванович Суворов и Владимир Тимофеевич Любитель фруктовых изделий Да Покушать или Да Хорошо сказано Так и И председатель СНТ Овсет Овсет Швецов Иван Васильевич Да Так, вы знаете, я привык все время перебивать, говорить, говорить, говорить Прошу не обижаться в это Я вот так, что Я бы, может быть, вас бы послушал Но оказалось, вот покажи это дерево Первое впечатление Господи, да что ж такое Приехали, а у него мертвая вишня Как так? Вот Я объясняю Предыдущие хозяева Вот здесь вешается шланг Вот этот самый Поливочный Да И у них он всегда висел И всегда включили насос И он у него сутками Посуду мыли Бедра набирали В общем, получается так Это один из примеров Что Перелив Лишний полив Не сажает деревья в прямом смысле Вот Когда я на таких случаях нагляделся Сам экспериментировал Приезжал садоводам Которые точно знали Что перед зимой надо полить И я любовался даже на яблони Которые почти невозможно уничтожить Яблони И они, тем не менее, были мертвы Вот Шли годы Копились Наблюдения И Я в какой-то момент Сказал себе А потом начал рассказывать всем Как вы сказали Известие на весь мир Всему миру О том Что подзимний полив Я все говорю Что и летний вреден Весенний вреден Вот Особенно подзимний полив вреден Так называемый Влагозарядковый полив Бывает Да Слово Влагозарядковый полив Я теперь считаю Запретным словом Вообще То есть На уровне тех слов Которые мы Вот Его можно назвать Убийственный полив Вредный Смертельный Именно Влагозарядковый полив То есть Иногда В крайних Самых случаях Он еще Может применяться Вот Самых крайних случаях Абсолютная засуха Тогда вот Но В принципе Лучше Вообще Не поливать Чем поливать Специально Особенно Перед зимой Вот Я просто Перед вами Оправдаюсь Почему Мы стоим Возле этого дерева Почему Его не спиливать Хотя Вот Перед этим Пилили Пилили Освобождая От старых деревьев Да По одной Простой Причине Это Получается Экспонат Наглядное пособие Теперь Я Насаду Ну Вдем Небольшой Обход Здесь Вот это Сбросые деревья Это Все Мое Предыдущий Хозяин У меня Покупал И Я Дарил 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 Ведер 150 200 Я Не Шучу Фотографии Это Каждый Год Есть Да Вот Это Дерево Вот Я Сан Это На Пенежке Сидело Была Спилена Одна Покровая Ветка А дальше Фотографии Год За Год За Год Погибла Одна Ветка Сухая Отпилили Вторая И Наконец Последняя Рухнула Вот И Только Потому Что Началось С одной Боковой Ветки И Привело К Полностью Гибели Дерева Я Убирать Не Собирался Это 100 Граммовый Королевский Абрикос Вот Это Дерево Он Почти Убил Вот Оно Еще Жило Моими Малитами Смотрите Как Видят Сухую Ветку Смотрите Вот Здесь Он Уничтожил Одну А остальные Начали Отсыхать Сами Вставляете Вот Второй Пример Дальше Пойдемте По кругу Я покажу Вот Это Уже Молодежь Молодежь Садилась По принципу Значит Счет Шел На секунду Я не помню При тебе Или нет Это мы с тобой Переували Вот Значит Счет Шел На секунду На секунду То есть Поставили Вместе С кольнями Притоптали Один раз Палили Вот И Покатележку Нагружали Еще 20 секунд Привезли И все Дерево Дальше Оставалось Само по себе Совершенно Не Изак Ухода Первый год Оно стало Вот таким Второй год Вот таким На третий год Оно дало Двухметровый прирост То есть Вот таким способом Посадка За секунды Который Экономит Время Вот Я считаю Что Ни чего В яму Задавать Нельзя Наоборот Исключаю Потому что Все что мы туда Задаем Это опасно И вредно Для дерева Вот А это пример того Что Прошло Два Но весна Будет три года Вот И В общем-то Вся эта Огромная работа Которую показывают По телевизору Вообще Книга Эти Огромные ямы Заполняются Все это не нужно Теперь Когда оно Уже Сейчас я возьму Ведерко Может я пока Сделаю паузу Вот Нет Я вот Вот оно Ведло Что они Надо Делать Это свежая Зова Из печки Вот Она Вот Теперь Можно Немножко Вот Это дерево 150-200 Ведер С него Было Взято Я не шучу Ведер Не килограмм Прошло Зайти Теперь Здесь Уже Почва Немножко Обедняла Быстрее Прогреется И быстрее Растает Вот Вот это И все Что ждет На ближайшие 20 лет Сейчас мы пойдем На тот участок Я надеюсь Мы заставим Сходим на этот участок Но мы быстро Быстро И Я вам покажу Деревья Те самые Которые На 30-40 год Жизни Дали Вот те самые Рекордные урожаи Которые Немыслимые Да От 20-25 Еще два дерева Которые были по 40 В один раз Через три дня Снова Столько же Через три дня Я не говорю Что не так Не по 40 каждый день Ну А допустим 10 10 Еще неделя 10 И наконец 40 ведешь С одного дерева Это все было Зафиксировано Я к чему говорю Все эти Все эти 40 лет В одном случае Так 22 года 22 года В другом случае Получается Другой дерева Долго И все Это Вот Без единого полива Без Блин Ну может быть Где-то Через 10 лет После посадки Вот так же Где-то Видео Вот так же Несколько Жменек Вот И помню Когда-то Огромный участок Там ведро Нет Машину перегноя Размазал Получалось там Подвел лопатки На Лопаты На дерево Больше Никогда И ни разу Не Опрыстывались Нет Я Ничем Ни Ни химикатами Ни подкоркой Ничем И ни одной тли И что интересно Ни одной штуки Я плодороди почвы Остается на месте Скоршенная трава И упавшие листва Листва Вот таким слоем Потому что Они же А листья Никогда не убираются Из сада Остается на месте И когда уже Дальше некуда Абсолютная Засуха Невиданная Несыканная Весна Лето и осень И в зиму Так ушло Вот Один Более-менее Нормальный дождь Вот так промочил За все Вот столько промочил Вот И тем не менее Наоборот Рекордный урожай Хорошего мало Как будто бы Деревья знали Что впереди Страшная засуха Вот А я их не поливал И Готовились к этому Но где они столько влаги взяли Чтобы сорок ведер дать Но у них же стержневые корни Из-за того что не поливают Они углубляются Очень глубоко А теперь открываем старые учебники Старые книги И там как с тех пор и до сих пор Корни им оказывается мешают Их надо подрезать И так далее Избавить от центрального корня Ну пойдемте дальше Мы с Сиренцарной Боевимся с этим заблуждением Получается Тут вышло оборудование Не нужно? Нет Специального Нет Школьное нужно Мне очень помогла Школьная биология Я говорю Школьное нужно Я вообще считаю Я приехала первый раз Сюда В четырнадцатом году А преддипломную практику Проходила здесь И вот с тех пор Как я здесь прожила Лето Я вообще У меня изменилось Все понимание То есть То что мы учили до этого Всегда Оказывается что не работает И это лишний труд То есть Этого можно не делать Смотрите Ни разу не политое за лето Это вот за год выросло Вот это Прирост этого лета Да Вот это Вот это Который темный Счастье Еще Это их было три А мы на черенки же их режем На прививку Я говорю Я буду так делать Вот приезжает кто-то особенный Вот И Забирай И вот так же По всему саду Посмотрите У меня таких случаев Сотня Значит Деревья Я их называю Маточные Страдают страшно Вот Хотя это молодежь Посадки 15-го года Да Вот Уже успели вырасти Отсохнуть Почему Посмотрите Что я вынужден делать Это Заготовил Заготовка Черенков 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 Вот Елена Саня Видишь Вижу Это королевский Абрикос Незамазанный Почему-то А еще руки не дошли Это И сегодня я резал Прям сегодня Могу даже Черенки показать Вот Вот это вот Королевский Абрикос А вот этот Королевский Вот тут Он Улучшенный Там Получилась Странная История У меня Погибло Петр Великий С плодами До 200 грамм Которые Вот Вот так бывает Интересно Только Поможет Или не поможет Вот видите Видите Что вы думаете Заразила Вот эту Веску Вот Вот И на ней Плоды увеличили До самого предела А теперь Черенки Уже в погребе Надо продлить род Считается Что Они не должны Измениться То есть Ну что что На этой Были Плоды Огромные А на этой Они допустим Ну королевский Это Формально 50-60 грамм По литературе У меня Они достигали Вот мне есть фотография 96 грамм Вот так Такое Мелкое яблочко Я и говорю Как маленькое яблочко Удастся ли Перейти За 100 грамм Вот это Решить Только Не хватает В ней уже жизни Вот видите Они лежат В погребе И живут Свои час То есть То есть Гену Погибшего Три года Прожила Погибла Но плоды Здесь уже были За 100 грамм Сохранится Вот возможность За 100 грамм Это то Чем я И занимаюсь Вот И теперь Ну еще немножко Потом покажу Несколько направлений Которые я предлагаю За 100 грамм За 100 грамм За 100 грамм Бородский мне Бородский мне прислал Что-то удалили Да Дело в том Это сихоты Алиньские Дикие Манчжурские Абрикосы Да Из сихоты Алиньской Тайги И вот интересно Что Они уже заражаются От культурных Просто заражаются Они были Вот такие Маленькие Сначала Кожица Чуть Такая А когда это происходит В цветении Это происходит В время цветения Есть такие понятия Старые понятия Ксения Ксения Это И если расшифровать Это влияние пыльцы Соседнего дерева Без зачатия Так А свойства Переходят все равно Им Это самое В ДНК Якобы После Ксения Была забыто Просто Елена Александровна Вы в университете Проходили понятия Ну я только Слышала Что есть такое Мичурина Потому что читала Вот Вот А современное Понятие Перегония То есть Получается так Может быть даже Опылило А потом Плодов нет Нигенная Несовместимость Но Уже в организме И уже участвует В дальнейшем Развитие Организма И получается Так Вначале Они были желтые Фотографии Да На следующий год Стали красные А кто у меня тут Красный Амур Вот Ну это все Подозрения Ветром Надул И все Вот Она сейчас Моя любимая Как ты сказала Что тебе не нравится Мое выражение Как там было Беспорядочные Половые связи Их же не изолируешь Когда деревья Изолируют Это называется Моносад Так Можно добиться 100 граммовых Кладов Так Но деревья Получаются Ну как Не то что Они полноценные Они Подвержены Заболеваниям Они нет Настоящего Иммунитета Культурные А полиокультурные А здесь Получается Эти дикари Участвуют Формирование Организмов Культурных деревьев А культурные Окультуривают Вот эти деревья Смешанный сад Да черт с ним Ну пускай так Вот А это вы уже Привили кого-то А это я пытаюсь Нет Где вы видите Прививку Нет Это просто Это Это прививка Вот Но Мы сейчас Давайте Вопрос Глобальный Получается Мы здесь На старах Были Фильмом Много Снято А В петербурге Вот они Самые Настоящие Колонавидные 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 Почему черенки не продаю Видите Не трогать Деревья Сразу заболевают И умирают Слабые колонны Слабые Для Сибири Поэтому Лучше Их не трогать Но они Что-то Это Кухня Они уже Плотнутся Да Вон они Валяются Внизу Видите Яблоки Смотрите Максимальный Урожай Три ведра Это Барбезин Ну В среднем Среднее Кислое Качество Вот Хочется Заниматься Таким Вот У меня Там есть Допустим Розмарин Чудо Да Вот Прямо Рядом Вот Медовое Считается Что Наши Сибирские Яблоки И это Продолжало Десятки Лет Не могут Иметь Абсолютного Куса Они Обязательно С кислкой И ведь Это Правда Вырастите Семечко Вот Культурное Яблоко Получишь Полукультурку Полукультурку Если вырастет Получишь Ранетку Ранетку Если вырастешь Получишь Дичок Это Есть Такая Тенденция Значит Только Привать Но Привать Культурную На культурную Замезли Чертвой Матери Приваем На Лучшем Случае В крайнем Случае На Ранетку У нее Лучшая Совместимость Вот Когда Культурная Это Розмарин Квинти Вот Голден А здесь Получается Что Я Приваю На Сибирке Обязательно Легкая Кислинка И уже Хорошо Что В руки Попала Квинти Лоба Попала В руки Ко мне Мелба И попала В руки Медовая Ну Почти Абсолютный Вкус И все равно С легкая Кислинка Ничего Ничего Старостного Но Считается Что Если Дашь По колене То Вкус Теряет То есть Еще Кислее Будут Или Мельче Будут Одичь Одичь Будут Это Касается И Слив Роскошных И Яблонь Лучше И лучше С каждым Годом Лучше И лучше Почему Я пытался Загадку Разгадать И Примерно Такому Выводу Пришел Что Культурность У них Заложена Изначально За что Я получал Что Такого Не может Быть Что Это Когда-то Кто-то Взял Плоды Вот такие А кто-то Взял Вот Среди них Оказался Плод Вот С таким Размером С Большой Ноготь Он Перерез К себе А потом Поколение Они Уже Вот Такие А потом Такие Сказки Значит Все Что Попадало В Сады Они Изначально Были Вот Такие Абрикосы Вот Такие Яблоки Такие Груши Изначально А потом Наоборот Надо Было Их Продать Их Род Брали Семена И вот Причем Делалось Так И так И сейчас Исчез Садов Когда Начали Думать И Зря Сюда Вас Подвел Это Очень Интересная Тема Интереснейшая Там Получается Так Значит Появились Колонны И Специальные Подвои Они Конечно Маленькие Они Рассчитаны Только На Одинметровый Штамп И Больше Ну И плюс Еще Вот Такие Вот Плодовые Образования Больше Ничего Чтобы он Дальше Не мог Расти Как раз Выбирается Самая Эти Клоновая Подвоя Да Скучные Корни Там Сгульки Нос И на этом Все А пока Экспериментировали Получались Разные Варианты А кто Хотел Перевал На Сенцевой Подвои Или Хотя бы На Корневой Отводке Я тоже Держан Рост Но Все Таки Это Не клоновый Подвой Нет Нискусственные Корни А настоящие Корневекотодка Вот И До того Что Получалось Так Один Идет В диссертацию Один Из клонов Как Лучший Из лучших На Метровом Штамбе Три десятка Яблок Целое Ведро Вот Все Что Было Пол ведра Где Было Четверть Ведра Просто Ничего Не Росло Вот Все Шло На Рынок Вот Так Как У меня У меня Я Не раз Балдел Когда Приходит Ко мне Черенок На Нем Написано Абрикос Номер 38 38 49 10 Все Я Существовали Кто-то Увел С Новочего Сада А Потом Оказывалось Так Я Выращиваю С него И Написано Сверх Крупно Плодный Я Жду Несколько Лет Я Жду Чудо И У меня Получается Плоды 30-40 Грамм Никакого Чуда Не Случилось Вот Потом Черенок Передаю Чернобаеву И Чудо Случилось Уже У него То есть Вот эти Качества Скрытые Вот Они Пошли И Теперь Мы Знаем Уже Новый Сорт Новое Название Называется Рыжий Самый вкусный Какой Можно Теперь Представить Который Обошел По вкусу Мои Королевские И академики Вот А потом Он Заедается Так Что он Берет Академик Спиливает Говорит А зачем Мне Это Мне Так Рыжего Хватит Да За глаза А этот Портит Газон Потому Что Они Падают У него Всего Далось Им Йодер И вот Лежат На Газоне Газон Портят И Он Спиривает Но Это Просто Люди Которые Ну Как Сказать Ну Понятно А я Потом Говорю Надо Было Спецназ Надо Было Тебя Это Чтоб На Деревьях На Именно Справа Подойти Вот Так Надо Работать С Уникальными Сортами Он Взял Топор Ну Ладно Это Так Отвлеклись